МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте! Меня зовут Ирина Грибулина. И это программа 50+. Наше ток-шоу для тех, кто любит себя и ценит свое здоровье. Для тех, кто хочет молодо выглядеть, невзирая на возраст. А помогать мне будет команда наших экспертов во главе с любимыми и дорогими экспертами Анатолием Солубчим-Солудским, писателем, академиком, членом попечительского совета проекта 50+, и его дочкой, очаровательной Марией Солудской, не только идейным вдохновителем, но и председателем оргкомитета этого уникального проекта. Ну что ж, поговорим о плюсах зрелого возраста. Поверьте мне, их немало. АПЛОДИСМЕНТЫ За окном золотая осень. Но скоро наступит период холодных и долгих дождей. И как следствие, у многих людей зрелого возраста наступает депрессия. Внимание на экран. У меня депрессия. Эти слова сегодня звучат сплошь и рядом. Чаще всего в данном случае речь идет об обычной хандре. Но с этим состоянием можно и нужно бороться, пока оно и в самом деле не переросло в настоящую депрессию, которую лечить придется уже у врачей и с помощью медикаментов. Так как же самостоятельно справиться с затянувшимся плохим настроением? Смените обстановку, отдохните, слетайте в отпуск. Главное, чтобы вы получили новые положительные эмоции. Ешьте бананы и цитрусовые. В бананах содержится гормон радости серотонин, а оранжевый цвет апельсина поднимет вам настроение. Также можете повесить оранжевые шторы или купить оранжевую кружку. Если позволяет фигура, ешьте шоколад. Он также содержит гормон счастья. Но не злоупотребляйте сладким, иначе у вас появится новый повод для депрессии. Найдите себе хобби. Желательно, чтобы оно было связано с физической нагрузкой. Это могут быть танцы или аэробика. Если вам это не мило, вышивайте крестиком. Главное, чтобы это доставляло вам удовольствие. Старайтесь больше общаться с приятными людьми и посещать интересные места. Это могут быть музеи или любимые кофейни. Ну а алкоголем в этом случае вам лучше не злоупотреблять. Если хондра не отступает, у вас раздражительность, отсутствие аппетита и усталость, пора обратиться к врачу. В наше время умеют лечить даже душевные муки. Два года тому назад умер наш папа, и моя мама замкнулась. Она была очень открыта, общительна, гостеприимна. Теперь она поменялась. Это совершенно другой человек. Она пытается всегда уединиться. То есть ей неинтересно сейчас общение с друзьями, как прежде. Она перестала быть столь роскошно, привлекательной, как она была еще до смерти отца. Попытаемся разобраться. Встречаем Марию Доросину. Здравствуйте, Мария. Как хорошо, что вы такая заботливая доченька. Да, спасибо. Здравствуйте. Что вы к нам пришли без покоя за судьбу мамы. И вы молодец, что вы пытаетесь ей помочь. Спасибо. Ну, вы знаете, вот уже будет два года, как умер наш папочка. После того, как он умер, мама очень замкнулась. И когда я говорю ей о том, что, ну, хорошо бы сейчас начинать менять свою жизнь, как-то попытаться развеяться. Она не прислушивается. Она говорит, что ей комфортно в этой ситуации. А как вы пытались ей помочь, растормошить? Может быть, куда-то вытянуть ее? Конечно. Пытались, да? Конечно. И шоппинг, и пойти в ресторан, и пойти в салон. Есть возможность. АПЛОДИСМЕНТЫ Вы очень хорошая дочка. Спасибо. А мама отказывается, да? Не хочет? Да, она говорит, что было раньше для кого это делать, ходить, поддерживать себя для папы, потому что папа безумно ее любил. Это действительно так. Ну, это все действительно больно и горько. И мы сегодня пригласили вашу маму к нам в студию. И мы сейчас встречаем Наталью Дородькину. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Здравствуйте, Наталья, дорогая. Присаживайтесь, пожалуйста, к вашей прелестной доченьке. Я хочу вам сказать, что у вас такое богатство от Бога дано. Ваша дочка. Не нервничайте. Мы вас внимательно слушаем. Да. У меня очень так вот судьба сложилась, что мне бы очень хороший муж был. Мария сказала, что была такая семья, да, бесподобная? Да, да. 38 лет. 38 лет я с ней прожила. АПЛОДИСМЕНТЫ И в одночасье он у меня умирает на руках. Может быть, если бы я знала, что у него больное сердце, если бы я не присутствовала, может быть, вот на последних секундах его жизни, может быть, мне было бы легче. Я уже так вот все вспоминаю, а это, понимаете, так произошло, что... Наташа, не легче, всегда тяжело. Главное, как выйти из этой ситуации. Невозможно. Понимаю. Мне комфортно вот побыть одной, подумать, опять пережить ту жизнь, которую я переживала. Наташа, нельзя замыкаться на горе, нельзя оставаться в прошлом. Посмотрите, какая Маша у вас. Это же не дочь отчуда. Во-первых, красавица. Во-вторых, умница. В-третьих, любит маму. Знаете, как часто бывает, ну, мужья живы, и семьи живут долго, а дети ужасные. И родители вообще не знают, как выйти из того, что ребенок где-то непонятно где, ушел, оторвался, и не любит, и не ценит, и не приходит. Здесь рядом такая чудесная девочка. Жить надо ради нее, ради того, что она хочет вытащить вас из этой депрессии. Давайте попытаемся все-таки это сделать. И смотрите, вот наше государство делает все возможное для того, чтобы помочь людям зрелого возраста, которые пережили трагедии, потери, переживают какие-то сложные периоды в жизни. И я сейчас хочу в нашу студию пригласить первого заместителя, руководителя департамента социальной защиты населения Москвы, Ольгу Евгеньевну Грачеву. Здравствуйте, Ольга Евгеньевна. Мы очень рады вас видеть. Мы давно вас ждали. Здравствуйте. Присаживайтесь, пожалуйста. И расскажите нам, в чем социальные службы могут помочь вот таким людям, как наша Наталья? В первую очередь я хотела бы сказать, что социальные службы сегодня оказывают разносторонние социальные услуги. И вот для данной ситуации, конечно, самое актуальное – это будет социально-психологическая помощь. В структуре департамента социальной защиты есть государственное бюджетное учреждение Московской службы психологической помощи, которое имеет свои отделения в каждом административном округе. И как раз одно из направлений помощи этой службы – это работа с утратой родственников, утрата близкого человека. И буквально вот войдя в эту студию, я еще раз переговорила с руководителем этой службы. Она готова лично этой ситуацией заняться. Ой, спасибо большое. Причем я хотела бы сказать, что здесь службы работают, психологи этой службы, независимо от того, какова давность этого случая, там два года, несколько лет. Да. Или нет? Скажите, пожалуйста, ну вот я, например, в такое состояние, я не знаю, но я чувствую в нем себя комфортно. Меня это устраивает переживать. Это и есть депрессия. Пережить вот эту жизнь, что я переживала. Она постоянно продолжает переживать. Я живу той жизнью, которую я начинала когда-то. Вы знаете, вы, пожалуйста, не расстраивайтесь. Вы знаете, я вам еще одну вещь скажу, что вот мы все христиане, так сказать, привержимся. И именно это религия. Поэтому, когда человек унывает, это есть грех. Грех уныния. Грех вы ему мешаете. Вы должны просто преодолеть эту ситуацию. Но есть люди с разной степенью психологической устойчивости. Когда человек может самостоятельно вытащить себя, а есть люди, которые нуждаются вот в такой психологической поддержке. И я должна сказать, что кроме психологической помощи, к вашим услугам территориальные социальные службы. Это центры социального обслуживания. А главное их направление работы – это стимулирование активного долголетия. Общение в кругу своих сверстников. Может быть, вы знаете, вот люди в таком вот возрасте, как вы, очень часто впервые начинают там заниматься живописью, писать стихи. У нас вот в системе социальной защиты, сейчас в центрах социального обслуживания, люди изучают иностранный язык, начинают изучать вот в таком возрасте, как вы. Поэтому мы ждем вас в наших центрах социального обслуживания. Вы мне скажите, какой у вас ближе. А как найти эти центры или это централизованное место? Какой адрес? Или это интернет? Вы знаете, во-первых, к услугам всех москвичей наш круглосуточный телефон, по которому можно узнать. Какой можете сказать? Да, 8495-623-1059. Здесь вы можете получить любую информацию о любом учреждении, о любой услуге, которая есть. Давайте еще раз повторим телефон. 8495-623-1059. Кроме того, на сайте Департамента социальной защиты у нас есть специальный раздел, который называется «Пошаговые инструкции». Это мы сделали специально для того, чтобы люди могли зайти и посмотреть, именно как и куда нужно обращаться за каждой конкретной государственной инфидией. Наталья, вот смотрите, у меня это юбилейный год, год моего 60-летия. Да. Да, вот видите, причем я всегда горжусь тем, что нет ничего вставного и никаких пластиковых. У меня дочке 16 лет, я родила ее в 43 года. И мы с ней, я похоронила всех своих близких. Нет мамы, нет папы, нет родственников. Мы с ней вдвоем на белом свете. И вот представьте себе, если я сейчас начну рыдать, жить прошлым, а деточка моя, кому она, кроме меня, по большому счету сейчас нужна? Понимаете? Поэтому я умоляю, прошу вас. Живите сейчас открыто, откройтесь миру, преодолейте себя. У вас есть дочка. Ольга Евгеньевна дивные советы вам дала всем нам, всем телезрителям. А я иду за комментариями к нашим любимым, уважаемым экспертам, которые так много делают для нашей программы, для проекта 50+. И для людей зрелого возраста, Анатолий Сумылыч и Мария Салуцкий, ваши комментарии. Ну, я, Ирочка, наверное, начну. Понимаете, время – великий лекарь. А тем более с помощью современных, тех современных способов, современных способов науки медицины, о которых вот говорила Ольга Евгеньевна. Понимаете, можно два года жить вот такой депрессией. В прошлом, да. Но 20 лет, а ваша перспектива 20 лет еще нормальная. Может и больше. Понимаете, а может и больше. Не в жизни, а в активной жизни. Да, мы говорим об активном долголетии, то, о чем Ольга Евгеньевна говорила. Вы знаете, вы извините, но у меня вот такое ощущение, что у меня постепенно вот со смертью с мужем связано уходит вот жизненные силы. А вот этого нельзя допускать. Вот этого нельзя допускать. Вы должны рассчитывать на активное долголетие. Вы должны это пережить ради своей дочки. У вас внуки еще должны быть. Уже есть старшая сестра. У меня еще старшая сестренка, и есть замечательная, потрясающая внучка. Внучка. Конечно. Это надо пережить с помощью. Самое главное, не замыкаться в себя. Да, и правильно сказала Ольга Евгеньевна, что существует у нас в Москве институты, медицинные, ну, имеются институты в широком смысле, так сказать, институты. Помощи, социальные помощи. Да, по социальной помощи. Психологической помощи. Которые могут помочь. И не надо стесняться к ним обращаться. Спасибо огромное. Мария. Ну, а мне особенно приятно, потому что мне 45, и когда я создавала проект 50+, я в первую очередь думала о своих родителях, о папе, о маме. И наш проект вообще, мы все время говорим, ориентирован на три поколения, потому что мы в заботе со своих родителях также подаем пример своим детям и понимаем, что они также будут к нам. Мы очень хотим этого, очень. Поэтому мне очень приятно, что Маша проявила инициативу. Сейчас так беспокоится о своей маме. И действительно, с помощью, я надеюсь, нашей программы вы примете для себя решение выйти в мир, не замыкаться. Тем более, сейчас действительно есть колоссальное количество в Москве выбора. Вы можете прийти в бесплатное учреждение, вы можете прийти в платное учреждение, как наш клуб 50+, для себя выбрать. Если вы пользуетесь компьютером, укрепите свои знания в чем-то другом. Если не пользуетесь, обучитесь. А самое главное, вы там сможете, что самое главное, вы сможете найти там новое общение. Вы сможете найти... А вам это очень нужно. Может быть, даже подобных женщин, которые вам расскажут, как они смогли справиться вот с подобным горем. Конечно, это не пройдет. Мы все понимаем это, что эта утрата всегда будет с вами. Но надо продолжать жить ради ваших детей, ради ваших внуков. Абсолютно верно, Машенька. Ну что ж, мы продолжим говорить об активном долголетии после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. С вами снова программа «50 плюс» и я, Ирина Грибулина. И мы продолжаем говорить об активном долголетии. Сегодня у нас в студии Людмила Старостина. Встречаем. Здравствуйте, Людмила. Пожалуйста, присаживайтесь рядом с нашими героинями и рассказывайте, в чем плюсы зрелого возраста в вашей жизни. Дело в том, что у нас в России считают 50 лет уже возраст. Я с этим не согласна. И правильно. Мы тоже с этим не согласны. И я это сегодня вам докажу. Во-первых, я, после того, как у меня погиб муж, и вы знаете, у меня немножечко история, немножечко... Пострашнее. Пострашнее. Потому как у меня муж погиб, и у меня было трое детей. На руках трое детей? Да, несовершеннолетние. Потом дочка родила мне вместо двойняшек, сказали двойняшки, тройняшек. Боже мой. То есть трое детей и еще трое внуков сразу. Да. Три девочки, им сейчас по 19 лет. Это уже внучки? Внучки, да. Ксюшенька, Дашенька, Настенька. Боже мой. Вот фотографии, кстати, мы ваши видим. А вы что, маржуете, Людмила? Я очень люблю жизнь. Вы знаете, и у меня вот принцип, это бороться, бороться, еще раз бороться. Не сдаваться. Что там в паспорте написано? Да пусть там пишут все, что угодно. Вы должны себя сама, себя поднять, вот поднять. Понимаете? А никто за вас это не сделает. Людмила, а у нас, между прочим, в студии есть холодная вода и бассейн. А вы отважились бы продемонстрировать нам? Ирина. Да в любое время года. Вы только... То есть вы могли бы сейчас осенью продемонстрировать нам чудеса моржевания? Конечно. Прямо здесь, в студии. Просим, просим, просим. Пожалуйста, Людмила. Между прочим, там лед. Браво! Люда, Людмила, как ощущения? Это жизнь, это счастье. Вот вам вся депрессия пройдет. АПЛОДИСМЕНТЫ Ручки хотя бы протрите. АПЛОДИСМЕНТЫ Здесь... Но это еще не все, Наталья. Это еще не все. А что еще? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вот вам зрелый возраст, вот вам активное долголетие. Что вам еще могу сказать, пока наша прекрасная Людмила еще рядом со мной стоит? Ни одной растяжки, никакого целлюлита тела, как у 15-летней девочки. Сколько вам лет? Столько же, сколько в зим? Мы здесь не стесняемся, мы озвучиваем свой возраст. У меня юбилейный год, 60-летие. Я постарше. Ну, насколько? Ой. Ну, говорите. Не скажу. Ну, говорите. Ну, могу. Быстро. Ну, мои знакомые будут меня смотреть по телевизору. Ну и что? А я для них 40 лет, как будто бы. Мы гордимся своим возрастом. Вы выглядите на 38. Он гордится вами еще больше. Ну, ладно, как хотите, 66. АПЛОДИСМЕНТЫ Браво! 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 Я думаю, что ваши знакомые будут вами гордиться еще больше. Вы красавица! Браво нашей Людмиле! Людмилочка, держите полотенчик и присаживайтесь на наш диван. АПЛОДИСМЕНТЫ А я хочу к нашему разговору пригласить врача-терапевта Алексея Безымянного. Это эксперт наш постоянный. Здравствуйте, Алексей. Присаживайтесь к нашим девушкам. И как вы прокомментируете эту историю? Ну, это потрясающая жизненная активная позиция. Это очень здорово, потому что этот человек не только показывает на своем примере, какой образ жизни нужно вести, но испытывает огромное удовольствие. Это выделение эндорфинов. Это выделяется серотонин, допамин. Это прекрасно. Шарки чувствуют действительно блаженство, удовольствие от закаливания, удовольствие от занятий спортом. И для этого много времени не нужно. Достаточно всего лишь 20-30 минут в день. Абсолютно. В этот момент, после занятия физическими, тренировками, после физической нагрузки, вы начинаете испытывать удовольствие, и вы приходите домой с другим настроением. И это настроение передается вашим близким. Да. Алексей, ну я знаю, что моржевание – это не очень безопасный вид, ну, скажем, самооздоровления. Людям в зрелом возрасте все-таки нужно не сразу кидаться в ледяную воду, а потихонечку, да, и Людмила подтвердит. Какие правила? Есть противопоказания к моржеванию. Сердечно-сосудистые. Ишемическая болезнь сердца, это атеросклероз сосудов, ни в коем случае нельзя, это перенесенные острые нарушения мозгового кровообращения, инсульт, поэтому предварительно лучше всего проконсультироваться с врачом, сделать кардиограмму, сделать анализы, проверить уровень холестерина в крови. И если врач все-таки вам разрешил заниматься моржеванием, да, ради бога, но только я еще рекомендую не резкие перепады температуры сразу делать, а начинать с прохладной, теплой воды, контрастной, как японские контрастные ванны. Алексей, и у нас сегодня тема передачи «Как побороть депрессию, прочь депрессия». Вот ваши советы, как врача. Ну, в первую очередь не впадать в уныние, во вторую очередь двигаться постоянно, ходить пешком, гулять, бегать, кататься на велосипеде. Разнообразить питание свое, разнообразить питание не только свое, но и своих близких, улучшить микроклимат в семье, общаться, больше общения. Общайтесь с близкими, общайтесь с соседями, с людьми, с разными, и улыбайтесь. И тогда депрессия отступит. Спасибо огромное. Мы услышали комментарии профессионального врача, а теперь я иду за комментариями к нашим любимым Солудским. Департамент социальной защиты населения города Москвы, вот здесь сидел первый заместитель, его Ольга Евгеньевна Грачева, они проводят уже очень много лет конкурс «Супер бабушка» в Москве. А мы подключились к этому конкурсу вот третий год. И я хочу сказать, что это, конечно, необычайное воодушевление, когда на сцену выходит каждый округ, выбирает московский округ, у них идут отборочные торы в течение всего года. Да, кстати, сейчас я запишу, и, может быть, еще не поздно. Вы в северо-западном округе живете? Да, в северо-западном округе. Значит, мы сейчас... Вы там оставите все-все свои координаты, потому что, может быть, еще не поздно будет. И мы вас увидим 28 ноября в финале на нашем конкурсе в экспоцентре. Потому что вы просто полностью совпадаете. Я вот прям уверена, что... Женщины, да. И, конечно, когда выходят женщины в 60, в 70, в 75, совершенный красавец с великолепной пластикой, это действительно впечатляет. У нас очень много зримых примеров. И вот у нас одна из наших героинь. Спасибо вам. Просто потрясающе. Спасибо. Ну, а мы продолжим говорить о плюсах зрелого возраста после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. С вами вновь единственное ток-шоу в России, посвященное людям зрелого возраста. 50 плюс и я, Ирина Грибулина. Доброта существует ради самой себя. Никогда не делайте добро, ожидая получить что-то взамен. А как недавно установили ученые, делать добро полезно для души и для здоровья. Старинная армянская пословица гласит, отпусти добро в воду, помоги другим, и ты поможешь сам себе. И сегодня у нас в студии Яра Леонтьева. Боже мой, Ярочка! Кем же вы пришли? Проходите, присаживайтесь. Яра, у нас программа для людей зрелого возраста, и мы сегодня помогаем нашей героине, которая потеряла мужа, избавиться от тяжелой депрессии. Вы пришли не одна. Расскажите нам о себе, расскажите нам, что вы посоветуете нашей Наталье, и мы с удовольствием выслушаем ваш рассказ. Ну, о себе мне что сказать. Лет в 16 я начала заниматься животными, помогать. Увидела на улице котенка маленького и поняла, что не могу пройти мимо вообще ни в какую просто, потому что эти маленькие голубые глазки и все. Сначала один котенок, потом второй котенок, потом появился первый щенок. Естественно, всех лечила, пристраивала, и оно стало уже просто принципом жизни. Я поняла, что жить без этого не могу без помощи животным. У вас приют домашних животных, да? Да, приют. У нас где-то около сотни собак, около двух десятков кошек. Это частный приют. И там в основном взрослые, конечно, животные, маленьких очень мало. Делаете очень доброе дело. Кстати, я участвую в подобных акциях. У нас группа известных людей медийных, которые на выставках породистых животных берут из приютов бездомных и пристраивают, и люди берут в семьи. Да. Скажите, пожалуйста, Ярочка, что мы можем посоветовать нашей героине Наталье? Как ей выйти из депрессии? Как ей вернуться в мир? Как побороть чувство одиночества и тоски? Нет, мы не плачем. Вот. Самая лучшая таблетка от одиночества и тоски. Собака, да? Самый близкий, самый хороший друг. Яра, а может быть, вы подарите этого щенка нашей Наталье? Конечно. Ой, я не умею с собакой. А ничего не надо уметь, мы вас научим. Да, я научим, да, конечно. Бойте мне звонить, я всю жизнь живу с кошками, с собаками. Спасибо большое. Пусть он избавит нас от одиночества. Смех продлевает жизнь и снимает депрессию на 80%. И в этом нам поможет убедиться член Союза цирковых деятелей России, участник организации ветеранов и инвалидов цирка Григорий Еловой. Встречаем его. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Здравствуйте, я там живу. Напомните. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый день, класс. Где наша героиня? Будьте добры. Здравствуйте. Добрый день, пожалуйста, ко мне, мой дорогой. Присаживайтесь. Вот с собачкой, с дочкой сидит наша героиня. Спасибо. Присаживайтесь. Спасибо, благодарю. Григорий, в чем для вас плюсы зрелого возраста? Ой, вы знаете, зрелый возраст – это такая тонкая вещь. Это перейти из такого-то года, перейти в зрелость, а потом ждешь, смотришь так за углом, что тебя ждет дальше. Это старость. Считайте, ребята, еще раз. Нету слова «старость». Мы вступаем в возраст радости и остаемся в нем навсегда. Понял. Нет проблем, я согласен. Пожарите быть больным. Да. Понял. Спасибо, мадам. Сколько, дорогой мой, вы работаете в цирке? Значит, я полюбил цирк, когда мне было 6 лет. Когда я цирк полюбил, кругом-бегом я узнал, что я все-таки династия цирковая. У меня, значит, мои дяди были самые первые акробаты в мире, которые сделали капштейн. Браво! Они сделали голова в голову, это были братья и лавы. Григорий, скажите, мой дорогой, а вам знакомо чувство депрессии? Депрессия – это такая вещь, когда, знаете, все хочется, но лежишь, смотришь телевизор, ничего не хочется. Самое главное – перебороть себя в яхт. Вот наша Наталья, она потеряла мужа, впала в депрессию, не хочет из нее выходить. Именно не хочет. У нее одни минусы в зрелом возрасте. Я холостой, так и женимся. Нет проблем, все решится сразу. Депрессион кончится сразу на буке «Я». Я выхожу, у меня мачта пятиметровая, у меня руки трясутся, а люди смотрят. Депрессия, адаптация, всего это самое. Но самое главное себе – это сила воли. Перебороть работала. Вот Наталья. Не берите ничего сложного. Жизнь одна хороша, живите прекрасно. Какой вы потрясающий человек, оптимист. Я хочу пригласить в нашу студию следующую героиню Елену Журавлеву. И она расскажет нам, как она борется с депрессией. Елена Журавлева у нас сегодня. Вот какая вышла Елена Журавлева. Хорошенькая Елена. Присаживайтесь и рассказывайте, в чем вы видите плюсы зрелого возраста. Тут и мне, оказывается, местечко осталось. Знаете, я хочу сказать, что я вот недавно пенсионер, но тем не менее у меня все равно была какая-то растерянность. Когда я вышла на пенсию, думаю, ну чем же заняться? Вот время было так уплотнено, постоянно мы ходили на работу, и вдруг вот куча времени, его куда-то надо деть. Это же можно лечь у телевизора дома, ничем не заниматься, начинать хандрить. И мне очень повезло. Я в нашем районе нашла досуговый центр «Орбита». Ну это, мне кажется, во всех районах есть какие-то центры, где пенсионеры могут себе позволить платно, бесплатно на разных условиях заниматься. Я туда пришла и сразу записалась на английский, потому что я когда-то не занималась давно, но мне так захотелось обновить свои знания. Целый год я занималась этим английским. Потом занималась я тестопластикой. И я, вот мы начали с такого простого, вот такие вот делали... Подковочки. Да. Это, кстати, символ удачи и счастья в доме. Вот такую корзиночку. Это моя начальная работа с клубничкой. Очень красиво. Еще покажите нам. Потом вот такая подковка с виноградом. А картины? На этом я не остановилась, да. Дальше появилась возможность в том же центре поучиться живописи. Вот мне очень нравится вот эта моя работа за нескромность, извините. Я тюморка. Спасибо вам огромное. Елена, я, знаете, хочу о чем вас попросить. Мы сегодня выводим из депрессии нашу замечательную Наталью. У нее сегодня день подарков и сюрпризов. Подарите ей одну из своих картин. Выбирайте, пожалуйста, Наташа. Может быть, для нее станет стимулом начать упражнение в живописи. Да, очень люблю. Вот, выбирайте. Спасибо вам огромное, Елена. А я за комментариями к моим салонскому Анатолию Самуиловичу. Ну, Наталья, Наталья, у вас сегодня действительно день сюрпризов. Вам даже уже просто предложение, по сути дела, руки и сердца сделали. Я уже не говорю о собаке. Это вообще большая очень ответственность. Дай бог вам справится. Спасибо. Я вам тоже хочу подарить карточку в клуб 50+, но вообще с заданием, если можно. У вас сейчас есть уникальная возможность. Ольга Евгеньевна Грачева вас пригласила в одно из подразделений Департамента социальной защиты. Вы туда сходите. Вы сходите в клуб «Орбиту», куда вас пригласили, и придете в наш клуб. А потом вас пригласим на программу, и вы нам расскажете свои впечатления. И сравните. Спасибо большое. С удовольствием. Я не с удовольствием. Это клубная карта, наш клуб 50+, где огромное количество... Ну, Маш, я их называю «Кружки по интересам». Ну, то же самое, что рассказывали. И английский, и тавжи, и вышивание, и кройка, и шитью, и все, что угодно. Анатолий Самылыч. Так, а я схожу коротко на сей раз. Дело в том, что мы эту передачу начали и посвятили, в общем, проблемой депрессии. Депрессии. А получилось, что это передача о новых радостях жизни. Спасибо. После небольшой паузы в студии появится Зоя Леденева, которая зарядит нас положительной энергией. Оставайтесь с нами. Вы смотрите единственную в России программу, посвященную людям зрелого возраста 50+. И как же бороться с депрессией, нам сейчас расскажет наша неугомонная Зоя Леденева. Внимание на экран. Бывают в жизни моменты, когда ничего не радует, все надоело, и многие люди начинают заедать свой стресс, что еще больше усугубляет это состояние. Но есть продукты, которые, наоборот, поднимают настроение. Я предлагаю вам собрать продуктовую корзину радости. Клубника, она очень хорошо поднимает настроение. В ягодах очень много витаминов. Возьму, пожалуй, голубику. Бананы. И, конечно же, апельсины. И вообще все фрукты желтые, оранжевые очень полезны. И снимают стресс. О, орехи. Так, овсянка. Берем самую обычную. Вот так. Самый главный антидепрессант. Подскажите, где шоколад? Вот, пожалуйста. О, какой выбор большой. Я бы взяла горький шоколад. Замечательный. Здравствуйте. Здравствуйте. Мне нужен продукт, который помогает от депрессии. Что бы посоветовали? Сминог. Ой, страшный какой. Берите, но тексты. О, вот это красиво. Давайте. Пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте. Ну что ж, корзина антидепрессантов собрана. Посмотрим, что из этого можно приготовить. Зоя идет в студию. Зоенька, ну ты побывала в магазине, выбрала очень много вкусных и полезных продуктов. Ой. Пока набираешься к нам, поднялось настроение. Не только поднялось, просто получилось. Сейчас из тех продуктов, которые мы купили, будем готовить очень интересное блюдо. И давайте, давайте. В студии кухмистер, шеф-повар Олег Сотников. Прекрасно его сюда. Пойдем, дорогие. Олег Сотников. Олег, здравствуйте. 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 Давайте, давайте. Подходим сюда. Ну что, дорогие друзья, начнем мы сначала с горячего. Все очень просто. Предварительно мы нашу семгу, предварительно которая уже разделана, мы маринуем в цедре апельсина. В цедре. Прям не жалея. Потом мы ее удалим, чтобы она не горела. Добавляем оливковое масло. И добавляем, конечно, вот этот аромат. Зой, вам знаком этот аромат? Тимьян. А! Тимьян. 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 Это хорошее сочетание с рыбой. Это действительно самая уникальная приправа. Мукой не будем. Это лишний углевод. Зачем нам? Мы, люди, за 50 нам. Зачем нам лишнее утяжелять продукт? Потому что семга сама по себе очень... Молодец. Да, мы утяжелять будем рукой. Поэтому все очень будет просто. Облегчать, конечно. Мы облегчаем. Маленькая заметка. Хозяй, если вы готовите что-то, не стесняйтесь. Вы осторожненько. Осторожно, осторожно. Осторожно. Можете кинуть масло, тимьян. Потому что тимьян, да. Отдаст свой запах масла. Отдаст запах, совершенно верно. Все, вытаскиваем. Убираем, кладем сюда. Совершенно верно. Начинаем жарить нашу рыбку. Отходите осторожно. Осторожно. Олег, а я имею дома сеточку, которую кладу на сковородку. Для того, чтобы не брызгало масло. Можно, можно, конечно. Еще кусочек. Пока готовится семга, мы готовим наш десерт. У нас уже все ингредиенты для этого есть. И прекрасное... Блюдо. Да, блюдо. Проходите сюда. Проходите в помощь. Помощь, естественно. Так, переворачиваем, переворачиваем. Я перевернусь. Перевернете? Какие ингредиенты у вас для салата? У вас есть голубика, у вас есть клубника, у вас есть, естественно... Отлично. А, овсяночка. Овсяночку мы, естественно, сверху посыпем. Но есть маленькая изюминка. Какая? Мы сделаем заправку для нашего салата. И не какую-нибудь тяжелую, там, сливки, чтобы... Нет, овсянкой мы сверху... Я думаю, из апельсина и банана. Нет, заправку мы сделаем на основе меда. Мы исключаем сахар. Мы не будем сахаром посыпать, никакого сахара. Почему? Сливки взлитые, это утяжеление. Нет, 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 нет. Не надо, ничего не надо. Мед и свежий апельсин выживаем, делаем заправку и поливаем, украшаем. Делаем, Олег, делаем. Все, поехали. Так, выжимаем. О, сильный рот. Конечно. Никаких сливок, мы не утяжеляем продукт. Тем самым мы делаем такую заправку. Сочный апельсин, все свежее. Настроение хорошее. Хорошее настроение. Отличное. Женя, мой живот. Мой апельсин. Шоколад сюда, да? Да, шоколад на ваше усмотрение. Проявите фантазию. Вы можете клубничку побольше, чтобы насыщеннее было. Обратите внимание, наша тарелочка уже готова. Здесь у нас пряная рукола. Не будем никакой сложной соусы сделать. Думал, может быть, бальзамик сделать. Знаете, как все, ничего не буду делать. Оливковое масло, лимон выжимаем. Я так тоже ем каждый день салатами. И так просто. Вот от этого вы хорошо так выглядите. Вот секрет счастья. Вот секрет успеха. Девочки, как у вас успехи? У нас замечательно все. Посмотрите, у нас позитивная тарелка. Да. Смотрите, мы буквально за 10-15 минут приготовили два блюда. Одновременно можно готовить одно и второе, и у вас все прекрасно получается. Смотрите, какой сказочный, сказочный десерт. Я хочу показать. А, я же не полирую вон нашей заправкой. А я пока покажу наше блюдо. Заправка. Анатолий Самылчий Марии. Она не совсем сладкая. Это мёд. Мёд. Здесь никакого сахара мыса. Мёд и апельсины. Так, тарящая пудра, чтобы красиво. Ой, ой, ой. Маши не расположены. Кормите маму, присаживаемся. Пока вы будете пробовать наш десерт, я хочу вам рассказать, что в Москве существует уникальный танцевальный коллектив, который никогда не страдает депрессией, потому что увлечён танцами. Танцы – это жизнь, это движение. Называется этот коллектив «Золотая осень». И его руководитель Галина Рязанова сегодня у нас в студии. Вместе со своим коллективом. Встречаем. О, какие вы красивые девочки! Здравствуйте! Ой, какие красавицы! Мы ждём танца, потому что танцоры всё-таки лучше танцуют, чем говорят. Я обожаю смотреть на танцы. Спасибо. И мы все просим вас показать результаты вашего 15-летнего труда. В этот прекрасный осенний день с нами «Золотая осень». Вот и кончился денёк, и ко мне на огонёк Собрались, как водится, друзья. Сели дружно в уголок, где в камине уголёк, Где на том о сном, спрошу их я. Как живёте, можете, с кем вы годы множите, Сколько житостёрнет в порошок. Пусть не всё как дважды два, Только мы желаем вам, Чтоб у вас всё было хорошо. Чтоб у вас всё было хорошо. Браво, 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 браво. Браво, девочки, браво. А я хочу закончить нашу программу гимном, Который я написала специально для проекта «50 плюс». Память Там всегда цветет весна Только летят годы береницы И сегодня знаю я Там за окном кружат синие птицы Осень зрелая моя Пятьдесят плюс это начало Пятьдесят плюс это как мама Пятьдесят плюс время успеха Время счастья и мечты Пятьдесят плюс время свиданий Время любви Время признаний Пятьдесят плюс возраст надежды Если в это веришь ты Пятьдесят плюс время свиданий Время любви Время признаний Пятьдесят плюс возраст надежды Ты, если в это веришь, ты... Если в это веришь, ты... 50 плюс! Помните, 50 – цифра, очень условная. Это некая грань, когда человек начинает задумываться, как ему прожить вторую половину своей жизни, как осуществить свои желания, как жить активно, интересно и долго. Совсем скоро мы снова увидимся на телеканале «Москва. Доверие». Будьте счастливы! Субтитры создавал DimaTorzok